И о спорте на льду крытого модуля стадиона «Труд» состоялся девятый турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды «Водник». В этот раз соревнования посвятили 72-й годовщине Великой Победы и 80-летию Архангельской области. Турнир принял статус областного, а за призы поборолись 11 команд. Встретиться на одном льду со звездами «Водника» и сыграть с ними в хоккей – это ли не главный подарок для болельщиков русской игры. Второй год подряд каждую команду болельщиков усиливает один игрок желто-зеленых. Несмотря на любительский статус у турнира есть свои фавориты. Шестой год играем на этом турнире. Три раза подряд выигрывали. И думаю, в этом году тоже зацепимся. С другими командами точно так же тренируемся. Дело в том, что хоккей с мячом в Архангельске – это такой камерный вид спорта. Все друг друга знают, поэтому друг друга приходят на тренировки и с удовольствием тренируются. Турнир очень живой и скоротечный. Один тайм 15 минут и после группового этапа – стадия плей-офф. Все бывшие фавориты в этот раз остались за бортом пьедестала. По сравнению с прошлым годом вся тройка призеров обновилась. Лидер желто-зеленых Александр Антонов усилил команду «Торнадо» и был победно настроен. Мы уже провели одну встречу нашей команды. Играю за команду «Торнадо». Мы победили. Будем двигаться дальше и пытаться стать чемпионами этого турнира. Нападающий «Водника» с партнерами по команде не смог достичь главной цели. Победителями турнира стали дебютанты соревнований «Хоккеисты Онеги», обыгравшую команду «Торнадо» со счетом 8-6 и 5-3 «Молодежь-29». Это еще один шаг к тому, чтобы, во-первых, обратить внимание на былые заслуги ветеранов хоккейного клуба «Водник». Во-вторых, это еще одна форма общения между болельщиками и игроками. В борьбе за серебряные медали команда «Молодежь-29» и «Торнадо» сыграла между собой в ничью 5-5, а вот по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах лучше оказалась «Молодежка». Они и заняли второе место, третье у «Торнадо». 17 мая в 18.30 в Архангельском доме «Молодежи» состоится открытая встреча команды «Водник» со своими болельщиками.